Меня все еще зовут Барух, и мы все еще будем говорить про груви. Ну а на сей раз мы будем говорить про написание IST-трансформации для груви. Значит, давайте быстренько так. Кто, в принципе, работает с груви? Хоть что-то как-то, но меньше половины. Хорошо, тем не менее, всем остальным тоже понравится, я обещаю. Во-первых, потому что процентов 85 будет на Java кода. Ну и потом я тоже непонятно буду все равно рассказывать, так что все будет хорошо. И тут самый главный фокус в этом докладе, что мы будем очень практичными, потому что трансформации синтаксического дерева, там очень много теорий всякой. Вот я не знаю, если кто-то был на предыдущем докладе, вот там вот можно было почувствовать всю мощь теоретической базы за графами синтаксиса, тут этого ничего не будет. По одной простой причине я в этом ничего не поймаю. Поэтому мы постараемся чуть-чуть буквально теории, и дальше уже пойдем по тому, как это можно сделать. Начнем мы с картинки. Значит, в отличие от русского языка, где во время перечисления не ставится запятая после и, то есть мы напишем в русском языке, мы будем всегда писать вот так. Мы будем писать, мы пригласили девочек, запятая Кеннеди и Сталина. Этот и заменяет у нас запятую, и мы здесь запятую никогда не ставим. В английском языке есть два правила, которые вы можете, ну как, выбирать. Они оба правильные. Один вот такой, стандартный, а один то, что называется Oxford comma. Oxford comma говорит о том, что запятая ставится даже в случае end. Для нас это выглядит достаточно дико, но тем не менее это имеет очень большой смысл, потому что язык любой, как язык программирования, так и язык грамматики, он на самом деле составляет из себя то самое синтаксическое дерево. Такое же, как синтаксическое дерево языка. И в случае, если мы ставим запятую, то дерево наше получается одним, а если мы не ставим запятую, то дерево получается совсем другим. В случае, если мы используем вот так называемую Oxford запятую, мы получаем дерево, которое ровно такое, как мы хотим его показать. То есть у нас есть вечеринка, на которую пришли девочки, Кеннеди и Сталин, и все они являются равноправными дитями вот этого вот вечеринки. Если мы не пользуемся, одну запятую мы убираем, более того, мы делаем что-то очень правильное с точки зрения, по крайней мере, русской грамматики, у нас получается вот такая вот ерунда. Как-то я переборщил. Вот такая вот ерунда. Убрали одну запятую. И сразу получилось вот это. То, что вы там видели на картинке. Это я все к чему? К тому, что, в общем-то, все это деревья. И тот синтакс, который мы пишем, они такие же деревья, даже когда оно с первого взгляда как бы незаметно, как в этой фразе, которую я примел. Любой совершенно экспрессион, который бы мы не написали, он превращается в довольно такое ветвистое, большое и так далее дерево. Давайте мы посмотрим пример. Я сейчас запущу Groovy Console, в котором есть очень приятная штука, которая называется ST Browser. ST Browser, он существует как раз для того, чтобы смотреть на синтаксические деревья. А где мой консоль? Вот он. Крупно достаточно, да? Значит, я тут напишу, ну, самый простой экспрессион, который можно придумать, 1 плюс 1 равно 2. Но вот проще некуда, да? И теперь я хочу вам показать, как вот из этого получается синтаксическое дерево, что оно в себя включает. Для этого у нас тут есть возможность посмотреть на ST. Давайте мы это тоже попробуем сделать покрупнее. Как там было сделать покрупнее? Larger font. Shift, Command, L. Вот так, да? Значит, мы его сейчас на fullscreen растянем. Это нам не надо тут. Вот. И это нам тоже не надо. И, значит, вот тут этот наш код, который сгенерировался, вот у нас в ране написано 1 плюс 1 равно 2. Все нормально и хорошо. Давайте посмотрим на дерево. Значит, вот из этого всего меня интересует метод run. Это вот в котором у нас есть. И тут у нас есть блок statement. Ну, я извиняюсь, это просто swing и вот он такой. Вот. Он как-то не очень хорошо масштабируется. Тут у нас есть return statement. Это все неинтересно. А вот наш expression. И вот мы здесь видим, что наш expression это на самом деле binary expression. У него есть две стороны, правая и левая. И этот binary expression состоит из двух сторон. С правой стороны у нас constant 2 int. Вот он. А слева у нас опять binary expression, который, соответственно, тоже состоит из правой и левой стороны. В данном случае это две constant 1 и 1. Ну, вот вам, пожалуйста, буквально 1 плюс 1 равно 2. У нас получилось такое неслабое дерево абстрактного синтаксиса. На самом деле все, хватит. Это вот ровно столько теории, сколько я могу вынести. Поэтому дальше мы сейчас будем делать всякие веселые вещи. Тут у меня есть список, о чем мы будем говорить. Вот. А, и начнем мы на самом деле с того, что я вам покажу, за что я люблю груви. Груви я люблю за магию. И мы сейчас будем немножко ее делать. Значит, я начну с того, что я здесь создам класс. Груви класс. Вот он. Класс будет называться person. И в классе person у меня будет два property. У меня будет string firstName и string lastName. Это все выглядит для людей, незнакомых с груви, как поля с дефолтом визабилити в Java. Давайте мы это дело скомпилируем. И теперь мы откроем класс. Где он у меня тут был? А, у меня тут уже все сбилось. Поэтому мы его быстренько найдем. Projects. Вот они. STtalk. Какой из них? Что-то у меня их много развелось. Где мой STtalk последний? Вот он. Да, спасибо. Вот он. И тут у нас есть, значит, build. У нас тут есть classes. У нас тут есть main. И вот наш есть person class, который мне сейчас каким-то образом нужно умудриться затащить в идею, которая у меня на фуллскрине где-то вообще живет. Вот сюда, если я ее брошу. Сработает, нет? О, сработало. Отлично. Вот наш декомпилированный класс. Идея с 14 версии имеет встроенный декомпайлер, что на самом деле просто прекрасно. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Значит, мы здесь видим очень интересную штуку. Groovy отрастил геттеры и сеттеры для наших properties. Да? Это прекрасно. И мы за этот такой вот magic Groovy и любим. Фокус в том, что вот этот вот magic, который здесь, ну его цель какая? Его цель бороться с boilerplate. Цель благородная. Но фокус в том, что boilerplate много всякого разного. И, в общем-то, он может быть разный для разных проектов и для разных видов приложений и для разных типов разработки. Вот это вполне, так сказать, дефолтная штука. Но есть еще всякие разные. Например, кто когда-нибудь писал bindable properties для свинга? Нет? Никому не доводилось? Ну, это на самом деле, это хорошо. Значит, bindable properties – это возможность навешивать лиссонеры на properties. Поскольку в Java properties нет, то, соответственно, bindable properties в Java тоже нет. И поэтому есть всякие адовые куски здоровой коды, которые позволяют навешивать лиссонеры на properties. Очень уважаемый и, так сказать, потомки ему благодарны человек, которого зовут Дану Феррин. Решил с этим бороться и придумал штуку, которая называется st-transformations. Ну, естественно, придумал не он ее, потому что она существует практически в любом языке программирования. Но, по крайней мере, перенес ее в Java. И с тех пор у нас есть вот эта st-transformations, которая называется bindable. Bindable – это аннотация, которую мы ставим над классом. И properties в этом классе становятся bindable. Есть еще очень много с тех пор было написано всяких st-transформаций. Например, st-transформация toString. Я могу на моем персоне поставить toString. И, если я его теперь скомпилирую, давайте посмотрим, что случилось с моим классом. Вот мой класс. У него появился toString. Где он, toString-то? Вот этот вот здоровый ад – это toString. Ну, мне совершенно все равно, что там внутри написано, потому что делает он то, что надо, но, тем не менее, он внезапно появился. И это вот пример st-transformations, которая, в общем-то, кастомная для наших случаев. Иногда мне нужен toString, иногда нет. И каждый вид проекта может бороться со своим boilerplate с помощью своего набора st-transformations. Еще один пример – это, например, grails. Если вы работаете на grails, то у вас там есть свои заморочки. Например, object-relational mapping. Вы хотите, чтобы для ваших domain-объектов создались какие-то queries. Например, у вас есть domain-person, и вам нужен метод, который будет называться findPersonByFirstName. Логика этого метода совершенно понятна. Вам нужно, значит, будет обратиться к хабернейту или к другой имплементации горма и дернуть query, который означает то, что означает название этого метода. Вместо того, чтобы писать это заново для таких стандартных queries для всех своих domain-objects, можно приключить st-transformations, которая эти методы будет генерировать. То есть, если это что-то, алгоритм чего предсказуем, вместо того, чтобы каждый раз писать это вручную или копипестить, можно это записать в st-transformations, и она будет это делать. Вот это основной принцип. В Groove есть огромное количество очень полезных. ToString – это один из них. Кто был на Puzzlers, видел там Inherit Constructors, который тоже весьма удобен и полезен. Констракторы в Java не переходят по наследству. Тем не менее, мы очень часто генерим эти констракторы в наш код с помощью, например, IntelliJ. У нас есть метод Implement Constructors, который все их добавляет. И мы там вызываем супер и больше ничего не делаем. В Groove, чтобы избежать этого boilerplate, есть аннотация Inherit Constructors. Еще примеры. Immutable. Я могу поставить Immutable на мой объект. Соответственно, у него не будет сеттеров, он будет Final, у него будут Defensive Copies на всех геттерах, ну и так далее. Все, что нужно для того, чтобы был Immutable объект. Ну, их очень много. Значит, то, что мы попробуем сделать сегодня, это написать несколько таких самим. И посмотреть, как же работает этот magic, как можно отрастить новые методы, вот как геттеры, сеттеры и тустринг, и так далее, и так далее. То есть задача наша именно в этом. Ну вот, геттеры и сеттеры, мы об этом поговорили. Мы уже даже поговорили про Abstract Syntax Stream, посмотрели на прекрасную эксфордскую запятую, и даже посмотрели на ST-браузер. Так что можно начинать работать. Значит, мы начнем с того, мы начнем с трансформации, которая будет глобальной трансформацией. В Groove есть два вида трансформаций, глобальная и локальная. Глобальная, как подразумевает название, работает всегда и для всех совершенно классов. Естественно, она намного менее используема. У нее намного есть меньше юзкейсов, когда вы хотите модифицировать все классы в вашем проекте, но, тем не менее, иногда случается. Другой способ локальной трансформации чаще всего включается по маркеру. И самый популярный маркер для локальной трансформации, это, конечно, аннотация. Сейчас мы до этого дойдем. Давайте начнем с глобальной трансформации. Глобальная трансформация наша будет, где она? Вот она, Global Transformation, будет добавлять поле автора ко всем классам, которые мы копилируем. И, значит, поскольку это конференция, мы сделаем вид, что мы всегда работаем правильно, и мы будем писать test-driven development. Поэтому начнем мы с теста. И это непросто. В чем проблема с тестами трансформации? Проблема в том, что source наших трансформаций, то есть то, что мы собираемся тестировать, должен быть скомпилирован раньше, чтобы уже работать, когда мы компилируем наш тест. Потому что мы будем что-то проверять. То есть, например, в данном случае наш тест будет проверять, что поле автора существует. Но если когда компилируется тест, только тогда компилируется наша аннотация, то она не может вклиниться в компилирование теста, потому что она еще не готова. В принципе, если мы пользуемся build-тулами модерновыми, как Gradle и даже Maven, то у нас таких проблем нет. Потому что у нас есть два разных фазы. Мы сначала компилируем наш код, а потом мы компилируем тест. Соответственно, когда мы дойдем до компиляции тестов, наш код уже будет написан, скомпилирован, и мы сможем пользоваться аннотацией. В IntelliJ это не получится. В IntelliJ это не получится по одной простой причине. Сорсы моего приложения и сорсы тестов в IntelliJ компилируются одновременно. Поэтому мы воспользуемся трюком от Groovy, который дает возможность компилировать и запускать скрипты на лету. То, что мы будем делать сейчас, наш тест будет и компилировать тот код, который мы будем тестировать, и его запускать. Значит, мы напишем тест. Вот этот наш тест будет ISC Transformation Tests. Он будет у нас на Groovy, потому что нам понадобится эта функциональность. И это будет Groovy класс, который называется вот так. Вот, значит, ну тут ничего интересного нет, кроме одного импорта utility, который я собираюсь пользоваться. И это Assert Script. Assert Script это метод внутри класса Groovy Assert, которым я буду пользоваться для того, чтобы запускать скрипты. И если они не закончились как следует, то заваливать тест. И первый тест, который я буду писать, это будет... Это не то, что я хотел. Вот так. Импорт? Нет. Сейчас. Значит, тест будет Void Every Class Should Have Author Field. Вот такой у нас будет тест. И что, почему, почему не тест? Где импорт? Это очень странно. Как он там? Org Junit, да? Да как это? Есть же Junit. Должен быть Junit. Только что был Junit. Вот Junit. Есть Junit. Я там, где надо, это все пишу. А? А? А, а, конечно, я его в Main запихнул. Безусловно. Зачем я его в Main запихнул? Где у меня тест? Вот у меня тест. Конечно, все правильно. Давай, давай, давай. Вот. Вот, 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 вот. Это нам не надо. Тут нам надо. О! О, отлично. Так. И что мы будем сделать здесь? Здесь мы будем делать такие assert script. И скрипт у нас будет вот такой. А, сейчас. У меня, наверное, на это дело есть подсказка. Тест. Автор. Да. Вот. Значит, что у нас тут есть, кроме лишней скобочки? И простейший совершенно код. У нас есть класс full, у которого мы ожидаем, что будет поле автора. Да? То есть, идея в этом. Мы сейчас честно запустим этот тест. Да, чтобы не было никаких подозрений, что я мухлю. И тест честно упадет. Собственно говоря, как бы о чем речь. Автора и близко нет. И теперь мы этот тест будем чинить. Значит, как мы это делаем? Все трансформации у нас являются классами. И мы, они могут быть написаны на Java, они могут быть написаны на Groove. Начнем мы с Java. Для того, чтобы начать с Java, есть несколько причин. Во-первых, потому что большинство тут не знакомы с Groove, поэтому на Java будет понятней. Во-вторых, до недавнего времени, а точнее до Groove 2, писать трансформации на Groove было очень неэффективно. Потому что трансформации у нас отрабатывают очень часто, когда компилируются все классы, которые попадают под эту трансформацию. Если мы говорим о глобальной трансформации, то это для всех классов они исполняются. И пока у нас не было CompileStatic, код на ICT-трансформации на Groove были очень-очень-очень сильно замедляли процесс компиляции. Поэтому традиционно ICT-трансформации пишется на Java, и мы начнем писать его на Java тоже. Значит, что мы тут видим? У нас есть класс AfterEdit ICT-трансформации, который наследует от абстрактного класса Abstract ICT-трансформации. Кроме того, у нас есть аннотация, которая стоит здесь как маркер, и к тому же говорит, в какой фазе компиляции должна бежать наша ICT-трансформация. Значит, если я вернусь сейчас в GrooveConsole, которая почему-то я ее тут не вижу, это вот эта что ли? Как-то это, нет, это не то. А я ее убил, да? Ну, мы ее еще раз запустим. Вот, значит, если я вернусь в GrooveConsole, то VST-браузер в GrooveConsole, сейчас он, конечно, тут поднимется, вот. То тут я увижу список из всех, я прошу прощения, что такое маленький, список из семи на самом деле фаз. Тут их не очень видно, давайте я вам все-таки в сорсе покажу. Список из семи фаз. Вот они, CompileFace. Вот они, все семь фаз тут есть. Вот они. Значит, это фазы, которые проходит CompileFace, начиная от понимания, что же вы там понаписали, и заканчивая, собственно говоря, уже генерацией классов и так далее, и так далее. В принципе, ICT-трансформация может быть написана для любой из этих фаз. Но чаще всего ICT-трансформация будет писаться в этих трех. Conversion, Semantic Analysis и Canonicalization. До этого слишком рано. Те структуры, с которыми вам нужно работать, как классы, методы и так далее, еще не сформировались. После этого уже слишком поздно. Уже был написан какой-то байт-код, который уже не изменить. Поэтому вы в этих трех фазах. В принципе, там большой разницы нет. Мы для интереса будем писать по одной трансформации в каждой из них. Начинаем мы с Conversion. Значит, когда мы отнаследовались от Abstract и ST-Transformation, он Abstract, и его метод, который нам нужно имплементировать, это метод Visit. Метод Visit на что намекает? На Visitor Design Pattern, который я не знаю, как вы. Я, например, не очень люблю. Но, так сказать, смотря для чего. Traversing дерево – это классический совершенно usage для Visitor Design Pattern. И хорошая новость в том, что если вы его любите так же, как я, то вам совершенно ничего о нем не нужно знать. У вас есть этот метод Visit, который вы благополучно имплементируете, и на этом все заканчивается. Значит, в этот Visit передаются два элемента. Передается какой-то массив нодов и передается Source. Значит, массив нодов этот – это как раз то, что мы будем использовать, когда мы скоро будем писать локальную трансформацию. Source представляет собой весь Source код, и это, в общем-то, как раз то, что нам нужно для того, чтобы написать хорошую глобальную трансформацию. Поэтому тут мы просто сделаем итерацию по всем классам Source, и внутри мы добавим поле. Значит, тут еще одну вещь я забыл. Это Super.init. Нам нужно инициализировать нашу трансформацию, и этот код у нас приходит из Super. Вот таким вот образом. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим достаточно простой код. Пройди по всем классам, и для каждого класса добавь поле. Поле называется After. Оно будет PublicStaticFinal. Type у него будет String. И ConstantExpression, Value, его будет вот такой. На самом деле, ничего на данный момент пока что страшного нет. Мы запускаем наш тест. Пройдет, не пройдет? А? Нет, не пройдет. Не пройдет, упадет точно так же. Почему? Потому что он не зарегистрирован. Совершенно верно. Ну, болтается у нас тут класс. Ну, как бы, ну и что? Нам нужно сообщить Groovy о его присутствии. Регистрируем мы его через PropertyFile, который называется вот таким вот образом. StTransformation, который кладется в MetaInfServices. У нас там, естественно, может быть больше, чем один файл, если у нас есть больше, чем один jar. И GetResource выдает лист всех файлов, по которым потом Groovy Compiler проходит, достает оттуда все трансформации, и, в общем-то, таким образом знает, какие из них регистрировать. Соответственно, у нас здесь будет этот StTransformation. И все, что нужно в него положить, это fully qualified name нашего класса, который, я надеюсь, я скопировал. Да. И вот теперь, я так думаю, что будет работать. Да, не работает. Почему? А, окей, этот init для глобального нам не нужен. Прошу прощения. Init нам здесь не нужен. Init нужен только для локальных трансформаций. Да? Да. Вот. У нас благополучно прошел тест. И, в общем-то, ну, я когда первый раз такое сделал, я был несколько в волнении, потому что я отрастил метод у груви, которого раньше не было. И это круто. Это не просто так. Вот. Это очень здорово получилось. Давайте смотреть дальше. Это была глобальная. Теперь давайте поговорим про локальную трансформацию. Мы, на самом деле, сделаем кое-что, немножко более сложное. Мы добавим, по аннотации будем отращивать метод. Метод будет называться у нас message. И аннотация, которую мы будем использовать, будет называться messenger. Поэтому мы создадим тут, прямо вот в нашей Java, мы тут создадим нормальную совершенно jav-овскую аннотацию. Вот она, которая будет называться messenger. Значит, что у нас в этом messenger будет? Ну, во-первых, retention. Как вы считаете, какой у этой аннотации должен быть retention? А? Подсвечивается. Нет, так подсвечиваются все три. А, ну, оно там случайно стоит, потому что оно по алфавиту. Но на самом деле… Или не по алфавиту. Не по алфавиту. Но на самом деле, конечно, source. Source, потому что, кроме как в source, нам эта аннотация нигде не нужна. В чем разница между source и класс? Вот, да. А для чего она нужна в compile-тайме? Для Java annotation. Правильно, для Java annotation. Казалось бы, мы как раз это и делаем, да? Java annotation processor существует для изменения S-то дерева в Java. Но поскольку мы это делаем не в Java, то мы не пользуемся Java annotation процессором, а пользуемся Groovy. И поэтому дальше, чем source, нам эта аннотация не нужна. Она нам не нужна даже во время компиляции, не говоря уже про runtime. И аннотацию мы эту будем ставить на target, target на type, на класс. Мы ее будем ставить на type. Все, теперь мы, по крайней мере, можем написать метод. Ну, тест в смысле. Конечно, он пока будет падать. И тест наш будет... А, нет, знаете что, давайте немножко усложним. И наш мессенджер будет принимать Boolean shout. Что будет делать shout? Что будет делать shout? Он будет брать мессендж и, естественно, делать его uppercase. Правда же? Ну, shout. Вот, значит, и теперь мы можем делать тест. И тест наш будет... Classes annotated with собака. Message should have a messenger. Как он там? Мессенджер should have a message method. Вот таким вот образом. И... Вот наш тест. Значит, что мы делаем в тесте? Ну, во-первых, мы перехватываем system out. Ну, потому что, если бы мы еще пытались вернуть стринг, мы бы вообще не закончили за час с одной трансформацией. И дальше у нас есть два класса. У нас есть quietFoo, который shoutFalls. И дальше мы создаем из него объект и вызываем метод message hello world. И ожидаем, что он напечатает hello world. И у нас есть класс loudFoo, который shout true. И тут, когда loudFoo печатает message, lowercase, мы ожидаем, что напечатается uppercase. Вот такая прикольная штука. Давайте теперь ее писать. Значит, как мы ее пишем? Мы ее пишем в классе, который называется message adder.est.transformation. Вот он. И мы его опять же создадим в java. Мы его создадим в java. Вот он, java-класс. И вот наш класс. Значит, опять же, тут особо ничего не отличается от прошлого. Кроме того, что на сей раз мы пользуемся semantic analysis. И на данный момент нас очень интересуют nodes. И тут уже мы можем его инициализировать. Nodes и source. Вот так. Значит, и тут у нас будет message. Да. Значит, начнем мы с того, что мы воспользуемся вот этим nodes. Этот nodes – это на самом деле просто набор всяких вещей, которые нам могут понадобиться. Например, и это можно знать или потому, что вы услышали от меня, или потому, что вы прочитали в документации. Первый элемент этого nodes – это то, что было аннотировано. То есть сама аннотация. Message annotation. Нулевой. А вот первый – это то, на чем аннотация это стояла. В данном случае это класс. Как это можно узнать? Ну вот как-то. Вот я вам сейчас сказал, вы теперь знаете. Это как у шаманов. Переходит из поколения в поколение. Сакральное знание. Значит, для чего нам, в принципе, нужна эта аннотация? Она нам нужна, потому что у нее там внутри есть вот этот вот shout. Который нам понадобится для того, чтобы принимать решение, делать caps lock или не делать caps lock нашему message. Поэтому мы взяли shout, а класс нам понадобится, естественно, потому что в классе мы добавляем метод. Значит, это мы сделали. И теперь мы сделаем… Нет, это не то. Сейчас. Нет, этот метод рано. Этот метод нам еще пилить и пилить. Так, мы сделаем… Теперь мы приготовим вызов to uppercase. Он нам понадобится. Значит, ну мы берем… Мы готовим message. Это на самом деле variable expression. Это значит, что мы будем обращаться к переменной message. Это переменная, которую передадут в наш метод. И мы готовим вызов to uppercase. Что такое вызов to uppercase? Это новый метод call expression, который вызывает у объекта message. Message у нас что? String. У стринга есть метод to uppercase. И никаких аргументов этот метод не вызывает. Это мы приготовили метод на случай, если нам понадобится, в зависимости от того, что будет в shout, делать uppercase нашему методу. И теперь давайте посмотрим на код, который у нас будет в методе, который мы добавим. Вот код, который у нас будет в методе. Ну, у нас one-liner метод. Поэтому у нас одновременно наш код будет и expression, и statement. Вместо того, чтобы заворачивать несколько statement в один expression, у нас будет и то, и другое. One-liner. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет тоже вызов метода. Какого метода? Метода println. Теперь, если вы не знакомы с Groovy, вы должны очень удивиться тому, что здесь написано. Я вызываю println на this. Хотя println, по идее, должен вызываться на system.out. Groovy добавляет метод println к object. Для того, чтобы нам не нужно было каждый раз, когда мы что-то хотим написать, system.out.println, а можно было бы просто вызывать println и что-то там. Как это делается? Добавлением println к object. Поэтому у любого this всегда будет println. Я вызываю println у this, и параметр этого println будет тройной оператор. Если boolean expression.out.shout, который может быть true и false, соответственно, true, то есть нам нужно кричать, то мы вызываем заготовленный to uppercase call. Если нет, то мы просто отдаем месседж этому println. Соответственно, он у нас распечатает или большими, или маленькими буквами то, что вот этот вот месседж. И последнее, нам этот код нужно добавить в метод. Вот наш add method. И тут у нас есть, соответственно, код, который похож на то, что мы писали раньше. А вот этот класс, это класс, на котором стоит аннотация. Добавь метод месседж, он будет public, его type будет void, параметр его будет, ну, лист параметров его будет состоять из одного параметра, типа string с названием message, и не кидает никаких эксепшенов, его контент это этот код. Ну, как бы, ну, ну, так, это серьезная такая st-трансформация. И теперь мы можем попробовать запустить тест. Пройдет или не пройдет? Не пройдет. Почему не пройдет? Все то же самое, нету никаких месседжей. Почему? Не зарегистрировали. Как мы регистрируем локальную трансформацию? Ее мы регистрируем немножко по-другому. Достаточно на нашей аннотации мессенджер сказать, это не просто так аннотация, а специальная аннотация, у которой есть groovy st-трансформейшн-класс. Ну, вот он. То есть к этой аннотации в комплекте идет трансформейшн-класс, который что-то там трансформирует. Класс может быть больше, чем один. В нашем случае он один. И тут у нас тоже fully qualified name наш, message-adder st-трансформейшн-класс. Вот таким вот образом. Смотрим теперь. Да, и теперь это прошло. Значит, что мне есть вам сказать про этот класс? Вот про этот вот безобразие. Что это, конечно, совершенно кошмарно нечитаемый ад. Ну, читаемый еще ладно, а вот ненаписаемый, так это точно. Потому что вот знать, что void type находится в класс helper, а вот, например, empty array находится в класс node, ну, нет совершенно абсолютно никакой возможности вообще. Поэтому мы с этим скоро будем бороться. Но, тем не менее, у нас получился такой адок, хорошая st-трансформация, которая, в общем-то, не постыдит какой-нибудь гораздо более продвинутый доклад, чем мы делаем сейчас. Это такой был неплохой. Значит, следующая трансформация будет полегче, но там я вам хочу очень важный message с ней в комплекте рассказать. Значит, то, что мы сейчас будем делать, это мы будем добавлять метод main. Как мы будем добавлять этот метод main? У нас будет аннотация, которую мы будем ставить над методом, и в случае наличия этой аннотации, этот метод будет заворачиваться в main. Значит, у нас, опять же, будет тут новая аннотация, вполне обычная, и у этой аннотации будет retention все еще, естественно, source, а вот target у нас будет метод. Вот таким вот образом. Тут ничего нет, он маркер, да, мы его на метод поставили, оно и заработало. И дальше мы пойдем в наш тестик, и тут мы продолжим. Значит, у нас есть следующий тест, и этот тест у нас void methods annotated with a main should be wrapped in public static void main. Вот таким вот образом. Опять же, мы тут делаем, захватываем system out, и дальше у нас есть класс foo, у которого есть метод grid, который чего-то там печатает, мы на него ставим main, и дальше мы ожидаем, что вызов foo.main приведет к тому, что hello world будет напечатан. Да? Значит, ну мы запускаем тест, что без обмана. Я в прошлый раз вам не показал, как он падает, и вы чуть меня не заподозрили, что я все это самое, все вас хотел обмануть. No signature of method foo main. В общем, все по-честному. И теперь давайте писать трансформацию. Ну тут уже вы все должны знать. Значит, у нас есть main adder transformation, который мы, опять же, все еще пишем в Java. Вот он у нас. Это локальная, поэтому мы делаем init node source. Да, ну вот пока что как бы ничего нового. Для разнообразия у нас canonicalization, но это единственная разница. И теперь давайте делать более-менее то, что мы делали в прошлый раз. Значит, у нас есть, опять же, какие-то переменные, которые нам нужны. У нас есть nodes на индекс 1. Но nodes 0 нас не интересует. В нашей аннотации нет ничего полезного, что нам бы понадобилось. Нам нужно то, на что эта аннотация стоит, потому что этот метод мы будем заворачивать. И это nodes 1. На сей раз это метод node, а не класс, потому что он стоит на node. Кроме того, нам нужен класс, в котором этот метод существует, потому что в этом классе мы сейчас будем отращивать наш main. Значит, это мы сделали, это раз. И дальше у нас есть еще всякие полезные штуки. Например, нам пригодится параметр, ну, array параметров с стринга пустой. Это то, что принимает main. Правильно? Args, array of strings. Вот он. Array of strings. И, кроме того, вызов конструктора нам тоже пригодится, потому что main же он статический, а вызов дергать нам нужно метод, который не статический. Поэтому мы тут заготовили constructor call. Вот он, constructor call expression, declared class. И мы вызываем конструктор, который не принимает параметров. После того, как мы сделали эти два, теперь мы можем посмотреть на наш код. У нас опять one-liner, expression statement. И этот expression statement – это вызов метода. Вызов метода на результат вызов конструктора, то есть на наш новосозданный объект. Метод, на котором стоит аннотация. И, соответственно, никаких аргументов мы в этот метод не передаем. И теперь мы добавляем наш код. Вот он. В наш класс мы добавляем метод. Метод называется main. Он public static void. Это у нас приходит по наследованию от папы, а это у нас почему-то в класс helper. К вопросу о том, насколько все это вообще можно писать, без того, чтобы перед этим где-то подсмотреть и скопировать. Public static void main принимает, соответственно, string type arcs и не кидает никаких эксепшенов. И то, что он будет делать, он будет делать new из класса, в котором он прописан, и на результат этого new вызывать тот метод, на котором была аннотация, не передавая аргументов. Да? Ну, то есть читать это вполне себе можно. Теперь мы уже знаем, что запускать это не имеет смысла, пока мы в main не добавили нашу чудесную аннотацию groovy st-transformation class, который нам указывает на main... Ой, что-то у нас тут совсем не то стало с пэккеджами. Какой-то тут бардак. Вот так. А, вот так. Ну, давай. Нет? А так? Вот так. А! О, все, порядок. Да, значит, main, adder, вот у нас это трансформащен, класс. Вот теперь мы можем попробовать запустить, где тут был наш тест. Вот он был наш тест. Давайте мы еще раз это все хозяйство запустим, и посмотрим, получало ли. О, все работает. Значит, в общем-то, ну, мы написали что-то, что было похоже на прошлое, только еще проще. Вопрос, зачем мы, собственно говоря, это сделали. Мы сделали это для того, чтобы я хотел вам показать, что это очень плохая st-transform, которую я написал. Почему она плохая? Вот. Потому что она делает совершенно огромное количество предположений по классу, на которой это будет стоять. Например. Что там упоминали? Можно ее поставить два раза. Отлично. Еще? Пустой конструктор. Отлично. Да, что именно, что grid не принимает никаких параметров. И еще то, что мы сейчас будем пытаться хоть как-то исправить, что у меня может быть одна аннотация main, и кроме этого еще и сам main. Правда же? Вопрос, как это все тогда будет себя вести. Значит, к чему вот этот весь рассказ? К тому, что поскольку вы пишете аннотацию, трансформацию, которую будете использовать не обязательно вы, и не обязательно в конкретном юзкейсе, они должны быть защищены со всех возможных и невозможных сторон. То есть то, что вы сейчас описали, это то, что обязательно должно браться в расчет. Что вы с этим будете делать? Дело ваше. Вы можете кинуть compilation error, и сказать, ребята, мы не поддерживаем аннотацию main над методом, который принимает параметры. Хотя на самом деле по-хорошему передать параметры в arguments можно. Но допустим, да? И так далее, и так далее. Вы можете сказать, я не поддерживаю, если нет дефолт констрактора. Вот это, кстати, нормально, потому что как создавать объект в случае, если есть какие-то параметры, непонятно. Но тем не менее надо с этим как-то бороться. То, что мы сейчас будем делать, мы напишем еще один тест, в котором будет вот такой вот нехороший condition. void class can't have two public static void main methods. Что, в общем-то, логично. И тут у нас есть... Вот он. Вот такой вот тест. И тест наш тут говорит так. У нас есть класс, в котором есть main и есть grid с main. Что произойдет в данном случае? Ну, мы его запустим. Я так понимаю, что вы догадываетесь, что произойдет. Вот этот assert у нас упадет, потому что мы окажемся не в том main. Почему мы окажемся не в том main? Существует несколько вариантов. Первый вариант. Сгенерировалось в байт-коде два метода main с одинаковой сигнатурой. В принципе, это могло бы быть, поскольку через компайлер, когда это проходило, через чек синтаксиса, все еще было нормально. А потом мы уже там добавили еще один метод, когда уже никто не проверял, есть он там или нет. Но на самом деле Groovy st-движок делает эту проверку за нас. Если мы пытаемся добавить метод, который уже есть, он просто не добавится. То есть двух методов не будет. Но наш метод, вот этот, будет проигнорирован, что на самом деле очень жалко. Поэтому хотелось бы как-то об этом предупредить. И то, что мы сейчас будем сделать, мы добавим ошибку компиляции, которая скажет, что если уже есть такой main, то, извините, не судьба. Значит, как мы это сделаем? Да очень просто. Мы пойдем в наш main adder st-transformation и вот здесь добавим небольшую проверку. Как она там у меня? Main и в чек. Вот она. Значит, проверка это следующим образом говорит. Если в declaring class, если в классе уже есть метод main с пустыми парамс, то надо добавить ошибку компиляции. The class already contain main method. И дальше куда бы вы хотели, чтобы указывал compile error. В коде. Он вам покажет такой красивый метод, такую красивую штучку, с строчкой. Все как надо. Как настоящая ошибка компиляции. И теперь, если мы запустим эту штуку, то мы увидим уже совершенно, опять же, очень трогательную, по крайней мере, для меня вещь. Сейчас я вам объясню, почему. О, смотрите, какая прелесть. Тут прямо вот compilation error. И вот прямо вот declas already contains main method. И мало того, я тыкаю прямо пальцем в тот main method, который уже существует. И говорю, убери вот это, если ты хочешь, чтобы работала наша аннотация. И как бы, ну я считаю это круто. Потому что возможность ругаться на своих коллег из компилятора, ну это как бы, это сильно. Правда же? Это тут совершенно, масса совершенно открывается новых возможностей коммуникации внутри команды. Да? Вы подумайте об этом. Вот. И это как бы, это тоже, естественно, achievement. Значит, ну тут мы ему поставим, что это все нормально. Малтипл, как его, компилейшн, эррорс, эксепшн, вот так. И теперь он, по идее, должен пройти. Да? Ну вот мы сделали очень крутую вещь. У нас есть ачивмент. Компайлер ругается вашими месседжами. И теперь я быстренько, поскольку времени уже почти нет, пройду с вами по возможностям немножко вот этот весь ад как-то очеловечить. И очеловечивается ад в Java двумя способами. Во-первых, огромным количеством static импортов. Это будет первый способ. А во-вторых, конечно, груви. Начнем мы с static импортов. Мы возьмем самую адовую нашу эстетрансформацию, которая была месседж. И вот этот весь, вот этот весь кошмар, сейчас его просто сотрем. Вот так. И вместо него мы добавим что-то, что на самом деле намного лучше считается. Вот это. Ой, только импортов надо ему, опять же, тех самых. А импорты сейчас мы будем откуда-то доставать. Вот они должны быть, где-то у меня тут в истории. Вот они. Они? Нет. Сейчас еще будем искать импорты. Они? О, они. Ну, видите как, все просто. Вот. Значит, да. Что мы тут видим? Ну, мы тут видим, на самом деле, совершенно огромное количество действительно static импортов, которые, все они находятся в классе general utils. И они позволяют вызывать вот эти все, создавать эти конструкции, которые мы писали до этого, с помощью вызова статических методов. То есть, тут мы видим, например, что у нас есть, опять же, сразу мы начинаем с add method. Метод называется message. У нее он public void. И дальше у нее есть параметры. Вместо того, чтобы создавать вот этот вот массив, я просто вызываю метод params, который принимает результат вызова метода params, который принимает type и, соответственно, его название. Что, в общем, намного проще. Дальше empty array – это exception, который он кидает. Тут все просто. А дальше вот идет сам код. И этот код, опять же, очень простой. Я говорю, у меня есть statement. Call this. Вызови метод на этот объект. Метод printlain. Это то, что мы хотели. Дальше. Get member value. Возьми value из какого-то ноуда. И этот ноуд – это наша annotation. Преврати его в boolean. Это совершенно нормальный кастинг. И дальше вот это все у нас будет тройной оператор. Вот. Это до вопросительного знака. Вот вопросительный знак. Это что делать в случае true. Вот он. Вызови метод to uppercase на message. А это что делать в случае false? Просто вызови var. Ну, как бы тоже достаточно мало удовольствия. Но, тем не менее, по сравнению с тем, что было, оно как-то полегче и поприятнее. Ну, и по идее, оно тоже все должно работать. И последнее, что я вам хочу показать, это как написать то же самое на груви. И на груви мы будем писать тот же… А, ну, мы и будем писать добавление автора, потому что оно самое маленькое. Поэтому времени у нас уже нет. Значит, у нас будет груви класс на сей раз. И, ну, тут у нас преимущество масса. Например, на импорт больше не надо ставить точки запятыми. Сразу совсем другое дело, согласитесь. Да? Не, ну, на самом деле, шутки в сторону. Тут пока особо ничего нет. Весь, вся красота начинается внутри. Вот здесь. Да, в общем-то, вот она. Значит, вот здесь уже действительно есть разница. Во-первых, у нас прямо тут начинается грувиный for each. Вы видите properties, да, уже нету getter-ов. Соответственно, мы сразу идем в source. Достаем все классы для каждого из них. Вот он node. Добавь field. А вот дальше начинается совсем красота. Вот эта штука – st-builder. Вот она очень-очень мощный билдер. Design Pattern Builder, имплементированный в груве, через который можно выполнять три операции билда. Build from source, когда вы можете тут дать, например, референс на метод, написанный в груве. И этот метод превратится на лифту, в абстрактное дерево. Либо build from text, когда вы можете дать, build from string, по-моему, он называется, когда вы можете дать кусок сорса груве, который превратится в абстрактное синтаксическое дерево. Или самый, я бы сказал, такой strongly typed вариант – это build from spec, где я гораздо более простым языком, DSL-ом, объясняю, какой я хочу спецификацию st. И вот здесь я говорю, я хочу field node, который будет называться after, и он будет public final static, и тип у него string, относится, класс loader у него этот же, и дальше внутри он constant со значением. И вот и все. Значит, вот этот вот st.builder – это очень-очень мощная штука, которую я очень рекомендую пользоваться. Еще один очень хороший грувий способ, который, к сожалению, у меня уже не будет времени показать – это макрометоды. Макрометоды, кто знаком со скалой названия оттуда, и, в общем-то, делают они совершенно то же самое. Похоже немножко на build from source. Вы можете написать код на груве, аннотировать его с помощью аннотации макрометод, и этот код у вас превратится в кусок st. дерева, вместо того, чтобы быть исполняемым кодом. То есть он будет исполняться только на совершенно другом этапе. Вместо того, чтобы исполняться в runtime, он будет исполняться в compile time, превратиться в дерево, и это дерево вы сможете, например, добавить к другому классу или к многим классам и так далее. И, естественно, писать st. трансформации на груве намного веселее. Значит, существует, как я уже упоминал, концерн, а что, собственно говоря, как это влияет на производительность. И ответ очень простой. Значит, как только мы ставим аннотацию compile static, которая полностью выключает динамический движок груве meta-object protocol, то мы получаем груве, которая является фактически синтаксическим сахаром над boilerplate Java. То есть вот это все будет работать со скоростью Java версии. И поэтому абсолютно никакого overhead у нас над трансформациями, написанными на груве, по сравнению с трансформациями, написанными на Java, не будет. И, в общем-то, на данный момент именно это является самым простым и человеческим способом написать вот этот вот кошмар. Вот. Ну вот. Значит, вместо того, чтобы писать на Java, мы делаем compile static. Все. Вы молодцы. У вас уже пять минут, как вас ждет пиво. Но я тут, если у вас есть какие-то ответы, вопросы еще пару минут, я с удовольствием отвечу. Тем более, что у меня есть три пивных билетика за ваши вопросы. Вопросы? А, их два микрофона. Вы можете одновременно. Кто громче? Я первый начал. Вопрос такой. Я, как понимаю, все эти трансформации действуют только на груве, да? То есть, с Java кодом такое не провернуть. А их включает в груве компайлер. Ты можешь взять любой Java код, откомпилировать его груве компайлером, и это будет работать. То есть, если ему там joint компиляцию, к примеру, включить? Нет, ты можешь просто прокомпилировать Java код груве компайлером. А если у меня, допустим, есть существующий Java код, и я хочу его как-то, допустим, проинспектить с помощью вот этого IST и что-то с ним провернуть, я могу это сделать? Ну, ты его можешь прокомпилировать груве компайлером. И тебе ничего не надо менять в нем чаще всего. Но у меня будут другие класс файлы, которые я уже должен быть используя. У тебя будут класс файлы, которые будут включать в себя трансформированный код. Понятно, спасибо. То есть, можно свои аннотейшн-процессоры писать с помощью IST вместо убогого Java? Да, ну и на мой взгляд, несмотря на весь аддок, который сегодня был, все равно даст точку вперед кошмару, который есть на Java. Ну и тогда, собственно, мой вопрос. Вот в Grills используются, да? Очень-очень мощно используются в Grills. В споке. В общем-то, весь спок. Кто работал со споком? А, ну, много. Значит, спок – это, в принципе, очень рекомендуемый тестинг-фреймворк, который написан на груве. Видите, интересная штука в споке, что тот код, который вы пишете, несмотря на то, что с точки зрения синтаксиса это валидный грувий код, он не имеет никакого смысла, как грувий код сам по себе. Там есть блоки, которые разделяются лейблами. Data-driven тесты – там у вас колонки, которые поделены орами, пайпами. То есть, если вы посмотрите на это с точки зрения грувий скрипта, это какой-то полнейший бред. Потому что там идет оры между какими-то стринговыми значениями, которые на самом деле разделяют колонки в таблице информации, которую вы подаете на ввод. Как это все работает? Это ст-трансформации. Да, то есть, они берут и полностью совершенно меняют смысл написанного. Это именно из-за них нельзя CompileStatic Споке использовать? Да, но там динамизма много, в принципе. Как раз из-за этого это никакого отношения к CompileStatic не имеет. Потому что ты получаешь код на выходе, который точно такой же, как на входе. Если там были динамические функциональности, то нельзя CompileStatic. Если не было, то можно. Это никак не влияет. Ну что, еще есть вопросы у кого-нибудь? Ну и не надо, я сам пиво выпью. А, ну ладно. У меня есть вопрос насчет удобства использования. В плане, мне кажется, есть дублирование. Сами аннотации, как бы, они предназначены для выбора, какой класс аннотировать. Да. А то, что мы в аннотации указываем классы, в которых она используется, это как-то выглядит не очень хорошо. Вот это я не понял. В какой аннотации мы используем классы? Ну, в том плане, у нас есть аннотация, мы ее ставим на какой-то класс. Ну вот, у нас есть мессенджер, да? И в самой аннотации мы еще указываем, что она есть в каком-то классе. Нет, 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 секунду, нет, нет. Давай возьмем, ну вот мессенджер, да? Вот он. Это не в каком классе он используется, это не тест. Это аннотация, это класс, который является процессором. Мессенджер мы ставим на что угодно, и никакого нигде не нужно его указывать. А, ясно, значит, запутался. Все, наверное, да? Ну, кажется, все. Спасибо, Парас. Ну, отлично. Все, спасибо вам большое, ребят. Спасибо.